Первый ряд, второй, третий ряд, там перекрываешь. Дальше проходишь на свинарнике, туда дальше, за забором, от свинарника к забору перекрываешь это ограждение. И вот здесь перекрываешь, и в код, то же самое перекрываешь. Здесь знак опасности, там два знака опасности, сюда знак опасности, у тебя четыре штуки. Заброшенная свиноферма в Коноши на неделю превратилась в химически опасный объект. Специалисты Архангельской областной службы спасения провели здесь утилизацию баллонов и контейнеров с хлором. Баллонов 57 штук, объем 40-80 литров примерно такие, и 10 контейнеров с хлором, они по 800 килограмм, каждый контейнер. Значит, баллоны и контейнеры находятся в аварийном состоянии, значит, они находились здесь, вот, на свинокомплексе в Коноши, и, значит, и еще эти были на волшке, на целлюзу в вашем кабинете. В 2003 году в составе ООСС был создан отдел спецзащиты, на который возложено обеспечение радиационной и химической безопасности населения. С 2006 года отдел занимается утилизацией химических отходов. За это время специалистами ООСС утилизировано 46 40 и 60 литровых баллонов с бромистым метилом, 2519 40 литровых баллонов с хлором, 6 контейнеров с хлором по 800 килограмм, 29 40 литровых баллонов с аммиаком, 7,5 тонн сжиженного и парообразного аммиака из системы аммиачных холодильных установок, 5 баллонов с ацетиленом, 5 с водородом, 2 сметаном. И это не считая различных кислот, щелочей и спиртов. Архангельская областная служба разработала технологию по утилизации баллонов, значит, и мы ее делаем. Пока по России мне достоверно известны еще несколько организаций, которые такую работу проводят. Но технология наша, она уникальна. Хлор – вещество первого наивысшего класса опасности. Это высокотоксичный газ желтоватого цвета, тяжелее воздуха, который поражает кожные покровы и дыхательные пути. Технология утилизации включает в себя два этапа. Процесс утилизации предваряет самый тяжелый. Подготовительный, долгий, нудный и со стороны кажется бесполезный. Но в принципе, он тоже уже доказан на практике, что лучше день потерять, потом за 5 минут долететь. Подготовка заняла около полутора дней. К месту работ доставили аварийные баллоны и химреагент. Десятки мешков с содой. Соорудили бассейн с дегазационным раствором. В дальнейшем емкости с предварительно спиленными вентилями погрузили в бассейн с водой. При смешении хлора с водой образуется кислота. Кислоту гасят соды. В результате получается вещество, безвредное для человека.